Олег Невьевский с нами на связи. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Итак, по сей день Россия продолжает шантажировать мир голодом. Наши порты по сей день заблокированы. Сколько мы уже потеряли от этой блокады? Какой удар наша экономика переживает? Удар довольно-таки значительный. Мы еще до начала войны делали такие расчеты и пытались понять, сколько это будет стоить экономики Украины. И мы пришли к выводу около 170 миллионов долларов в день. Это такие издержки, которые мы имеем через блокаду портов. И нам тут нужно понимать, что не только это касается, не только это через то, что в принципе зерневые не вывозятся, а также и другие экспортные товары, которые у нас экспортировались в основном через море. Это металлургия, да, скажем? Мы же знаем, что основную валютную выручку наша страна получала от продажи металла. Вот металлургия, как переживает? От металлургов и от АПК. То есть продукция АПК и металлургов – это больше 60% всего экспорта. И она в основном экспортировалась в море. Это просто более экономически выгодно, дешевле экспортировать в море, нежели ЖД путями. То есть дело в том, что хорошо, когда у нас очень глубокая страна интегрирована в мировую торговлю, в нормальных условиях. Но в данном случае мы видим, что просто блокада портов может привести к серьезным убыткам нашей экономики. Потому что сильно очень мы зависим от экспорта, от мировой торговли. Ну и сектора, которые экспортируют много, они составляют тоже значительную часть экономики. Ну, например, тот же АПК, если взять вместе все сектора, которые обслуживают аграрный сектор и берут оттуда сырье, это около 20% всей экономики Украины. Больше 20% БВП Украины. То есть значительная часть экономики зависит от экспорта. Олег, вот мы говорили о том, что Россия крадет наше зерно и пытается его впаривать, продавать другим странам под видом, что якобы это наше российское зерно. А вот то же самое и с металлом. Может быть или нет? Вот мы знаем, что сейчас в Мариуполе пытаются разблокировать порт россияне. И металл, который там был загружен уже и готовился на экспорт, сейчас они пытаются тоже украсть и вывезти. Они его смогут продавать, как вы думаете? Я думаю, да. Дело в том, что это тоже та же самая ситуация, как и с зерном. То есть на эту продукцию всегда есть спрос. То есть он не настолько очевиден, как в ситуации с зерном, потому что никто не кричит о том, что там голодают или будут умирать от голода. Они не настолько об этом кричат. Но спрос на эту продукцию так же есть. Поэтому если есть спрос, значит будет возможность эту продукцию как-то вывезти и продать. Я в этом даже не сомневаюсь. Олег, а вы упомянули о том, что экспорт по железной дороге не особо выгоден. Объясните, почему? Не те объемы? Это дороже, во-первых. И нет настолько больших возможностей экспортировать такую массу зерна или такую дополнительную массу зерна или другой продукции по железной дороге. У нас до войны в портах переваливалось около 150 миллионов тонн грузов. А по железной дороге, если так рассчитывать технически эту возможность, мы в месяц можем экспортировать дополнительно больше 1 миллиона тонн грузов всех видов. То есть в год это дополнительно плюс 12-15 миллионов тонн. Это в 10 раз меньше, нежели мы делали перевалку портами. Поэтому просто физически такую массу перевести той же самой железной дорогой просто невозможно. И вот блокада портов. Как вы считаете, если эту блокаду портов сейчас удастся в ближайшее время снять, как быстро они смогут восстановить работу и как быстро восполнится наша экономика? Ну, как бы потери экономики, они уже сейчас довольно сложно будет их восполнить. Потому как цены на продукцию, ту же самую продукцию АПК, они упали внутри страны. Если экспортные цены, они взлетели до потолка, раза в два больше стали со времени агрессии российской, то внутренние цены, они упали на 30%. То есть меньше даже, производители получают меньше дохода. То есть уже есть потери. Насколько быстро удастся возобновить экспорт? Ну, можно будет, я думаю, довольно-таки быстро можно будет. Но дело в том, что Акватория, она заминирована. То есть нужно будет сначала убрать мины, если даже можно будет физически защитить движение судов. Но это, думаю, тоже вопрос, как бы немного времени должен занять. Тем больше, что у нас сейчас в портах стоит, насколько, если мне не изменяет память, около 90 судов, которые, в принципе, загружены и ждут отправки. Но они могут просто физически выйти оттуда. Поэтому потихоньку возобновить экспорт можно будет достаточно быстро. Главное, чтобы была защита. Сейчас вопрос в чем стоит? В том, что с Россией договориться дипломатическим путем невозможно просто. Мы видим, что это ни у кого не получается. Это, наверное, ни у кого не получится. И вот эти вот шаги, которые... То есть вы считаете, договориться с Россией можно будет только военным путем, дипломатическим уже? Только военным путем. Другими словами, просто разбить этими ракетами, грапунами, которые мы получим, их судно и все. И приставить охрану к нашим танкерам. И только так? Ну, с моей стороны, это единственный способ. Более того, если с Россией договариваться, она это будет, как мне кажется, судить об этом будет с позиции силы. То есть с нами договариваются. О, значит, мы делаем хорошие вещи. Мы можем это продолжать делать. И поэтому риск вот таких вот проблем с торговлей, он остается и он еще возрастает. То есть с точки зрения стратегических, я думаю, этих шагов, нужно просто тоже поступать с точки зрения силы. И военным способом ослабевать Россию и делать все, чтобы просто защитить наши корабли и других стран от посягательств со стороны России. А сила у нас есть, так что? Придется договориться России. Олег Невьевский был с нами на связи, вице-президент Киевской школы экономики.